СПОНСОР ПОКАЗА ХАНСА Партнер показа – сеть супермаркетов «Фидеско». Мы ценим ваши доверия. Уважаемые друзья, добро пожаловать в нашу, наконец-таки, долгожданную, первую зимнюю программу «Азбука вкуса» на канале РТР Молдова. Конечно же, зима у нас всегда обещает быть очень холодной, очень снежной. Не всегда это происходит, но согреваемся обычно как? Мы включаем любимую музыку, смотрим любимые клипы, то есть создаем какую-то такую душевную атмосферу. Вот сегодня душевную атмосферу нашей программы, нашего сегодняшнего выпуска, создает человек, который и так создает эту душевную атмосферу практически каждый день, не только для себя, в первую очередь для вас, а также для всех его коллег, друзей и знакомых, потому что его жизнь непосредственно связана с музыкой. Сегодня в гостях у нас замечательный композитор, исполнитель, продюсер, талантливейший, я бы сказал, музыкант и отличный собеседник Натан. Привет! Привет, Миша. Все правильно сказал? Все отлично. Все правильно, да. Причем, я насколько знаю, Натан как-то в одном из интервью, ты сказал, что ты выбрал именно этот псевдоним, потому что и в ту, и в другую сторону все равно Натан. Да, из-за этого, но на самом деле просто надо было поменять имя, потому что... Ребрендинг такой, да? Ребрендинг просто не созвучно с тем, что я делаю, то есть нужно было петь, не знаю, молдавскую популярную музыку, что... А, ну если ты имеешь в виду отталкиваться от имени и поменей, да? Да, 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 от жанров. То есть ты считаешь, что в принципе, ну, в данном случае имя, оно как бы диктует какие-то определенные уже правила? В любом случае, да. Ну, то есть завязка есть. Хорошо, давай так, сейчас вот эта камера твоя, ты туда буквально несколько секунд, улыбнись, я еще за кадром расскажу нашим телезрителям про тебя еще более подробно, где учился, знаешь, что делал, сколько заработал, шучу, последнее не обязательно. Вот, и мы начнем программу, внимание. Натан, Еуджен Дойбань, певец, композитор и автор текстов, родился 11 ноября 1987 года в Аргееве. Первые уроки музыки Евгению преподавала его мама. С малых лет, еще будучи в садике, затем в школе, участвовал во всевозможных музыкальных праздниках. В 2001 году стал лауреатом фестиваля «Золотой паром» город Сочи. В 2006 году принял участие в национальном отборе конкурса Евровидения с композицией «Prayer of Peace». В 2010 году окончил Академию музыки, театра и изобразительных искусств отделения исполнительского мастерства «Город Кишинев». С 2011 года выступает под новым творческим псевдонимом «Натан». Участвует в различных проектах. Слушай, ну, первый, наверное, вопрос, который возникает, ну, и в том числе, возможно, у наших телезрителей. Так, вода здесь уже закипела, мы тогда пока сдвинем нашу кострюку с водой, потому что я еще не рассказал, что мы, собственно, будем, говоря, готовить. Как ты все-таки вот относишься к тому, что есть на российской эстраде «Натан»? То есть в данном случае ты считаешь это конкуренция или наоборот это помогает тебе? Большой рынок, много чего поменялось за последние три года где-то или даже больше, но я думаю, что все-таки три года. Очень стала модная музыка. Да, некоторые жанры, которые раньше мы слышали у американцев, у европейцев некоторых, у шведов, доехали. Наконец-таки, да? Да, до России. Дошло и до нас. Дошло и до нас, да. И до России, конечно же. И мы, я лично стараюсь делать некоторые жанры в Молдове. То есть на молдавском языке или на русском тоже делаю некоторые песни. Вот сейчас начал бомбить эти песни для наших слушателей. Слушателей-извителей, да? Ну, у тебя получается действительно очень здорово, потому что, ну, я думаю, что вот сейчас ты точно, когда уже увидели, вы вспомнили. Потому что ты принимаешь участие во многих мероприятиях, концертах, фестивалях. В том числе, какое-то время я знаю, что ты продюсировал. То есть ты выпускаешь, иногда еще помогаешь, так сказать, талантом выйти на наш музыкальный рынок. Я две секундочки буквально расскажу, что мы сегодня будем готовить. Значит, мы готовим, друзья, сегодня будем простейшее блюдо. Абсолютно простейшее. Я уверен, что, в принципе, у вас эти ингредиенты, если не под рукой, то они, как я всегда говорю, на расстоянии двух-трех метров от вашего дома. Потому что в любом даже дворовом магазинчике их можно достать. Нам нужны специи, соль, перец. Мы сегодня взяли свинину, но это может быть абсолютно любое мясо. Это может быть курица, это может быть говядина, телятина и гненок. То есть это уже крольчатина, то есть на ваш вкус. Но поскольку рецепт китайский, то китайцы почему-то отдают предпочтение свинине. Я вот до сих пор не понимаю, почему, как бы у них прям такое фанатично. Но у них испокон веков еще за много тысяч лет до нашей эры, вот они как-то вот у них пельмешки там со свининой и так далее. То есть у них ку-фу панда, посмотрите просто, вот и вы поймете. Поэтому у нас сегодня, конечно, будет свинина принимать участие в этом. Что нам еще нужно для этого? Нам понадобится, конечно же, рис. И мы его нашли где? Мы, естественно, его нашли в сети супермаркетов Фидеской. Нам понадобится мед. Мед зимой в декабре. Я думаю, что вы сами понимаете, насколько эта вещь полезна. Китайцы, мне кажется, не просто так. Во-первых, их так много. Они где-то разгадали какой-то секрет. Секрет, да. И мы этот секрет, мне кажется, сегодня сможем, по крайней мере, вкусить. Потому что я не пробовал еще готовить это блюдо дома. Но мне кажется, что оно должно получиться шедеврально вкусным. Вот прям шедеврально вкусным. Поэтому сейчас я тебе, конечно, буду задавать вопросы. Я тебе дам, как мужчине тогда, пока возможность нарезать мясо. Мясо можно резать, знаешь, как, допустим, какие-то продольными штуками. Ну, чтобы получались, не знаю, вот такие вот кусочки. А тоненькие или не очень? На твое, да. Насколько оно будет тоньше, тем оно, наверное, быстрее у нас приготовится. Потому что я сейчас займусь приготовлением соуса. И у нас фишка в том, что в этом соусе будет все происходить. Мясо чуть-чуть проварится, прокипятится в этом соусе. Потом это все на фольгу и на 20-30 минут духовочку. То есть в это время вы сможете успеть сделать какие-то свои личные еще дела. Я верну тогда кастрюльку на... Дело в том, что плита Ханса, знаете, она помнит у него отличная мышечная память. Сейчас она обратно восстановит нам процесс кипения. И я туда уже закину рис, буду заниматься им на медленном огне его готовить. И начну готовить здесь наш соус. Значит, нам нужен мед, нам нужен чесночок, соевый соус тоже легко можно найти. Вот. Это мы все подадим с рисом. И мясо. То есть чесночок, мед уже сила в декабре. Никакой насморк вас не одолеет и не победит. Ну, в общем, так. Давай все-таки к тебе вернемся. Давай по поводу все-таки твоего продюсерского навыка. Вот, я тебе даю. Да, спасибо. Можем начинать уже, да? Да, да. Ты начинай, я сейчас дам тебе даже... Кстати, на эту тему. Вот я вспомнил одно блюдо, которое кушал, когда буквально жил. Вот сюда просто эти кусочки. Да, да, да. Да, жил некоторое время в Румынии. И вот там меня накормили муравьями на дереве. Так называется это блюдо. Китайское, чисто китайское. Блин, такое вкусное. И вот те именно ингредиенты, которые использованы сейчас. Возьми прямо, да. Да, да, возьму, поставлю сюда. Вот, те же ингредиенты. Но ты, кстати, как относишься к кухням разных стран мира? Вот китайское мне нравится. Японское, из японской только роллы. Потому что я не очень люблю рыбу. То есть красную рыбу не очень люблю. Ну, может, только если она, ну, не сырая, которую... А, то есть немножко приготовленная. Приготовленная, да. А роллы обожаю. Да, смотри, отлично. Вот так нормально, да? Вот так нормально, прям, да. Я думаю, что этот кусочек можно еще, допустим, напополам. И тогда в миску бросить. Ну, в смысле, я бросил заранее, но... А, ну, вот так выглядят куриные эти шанхайские. Да, да, да. Куриные шанхайные, не знаю, как они. С кунжутом там они знают. Да, просто мы еще их отобьем, поэтому они у нас будут немножко расплюснутыми в данном случае, и получится немножко, как бы, вот, совсем такая китайская тема. Да. Ну, вот из всех стран, знаешь, как говорят, есть азиатская, да, кухня, там, есть европейская кухня, там, итальянская. Вот тебе какая все-таки ближе? Вот итальянская очень мне нравится. Средний, средний, как называется, средиземноморская. Ага, средиземноморская. Ага, средиземноморская, да, 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 вот. Средиземноморская. Да, и греческая кухня тоже мне понравилась, когда был в этом году на Крите. Кстати, я вот еще не доехал до Крита. Что ты скажешь, твое впечатление, потому что у людей очень разные мнения по поводу Крита. Я думаю, я не попал, когда надо там. А, да, ты попал осенью? Да, не осенью, просто было слишком жарко еще. Хотя, там намного лучше, чем на континенте. То есть, получается, что остров немножко дает свои качества климата, знаешь? Ага, то есть, меняется сама картинка немножко. Да, да, да. Ты имеешь в плане климата? Да, да, там больше плавности. То есть, погодные условия немножко другие. Так, здесь у нас все вроде это готово. Я тогда начну, друзья, готовить этот соус. Хорошо, сколько тогда из-под твоего крыла уже выбежало, так сказать, исполнители, исполнительники? Я скажу, в песнях недавно совсем почитал песни. И это получилось где-то итого 150 где-то песен записано. То есть, не знаю, сколько в планах будет намного больше. Из того, что надо будет еще сделать. Из-за того, что есть уже некоторые наметки, начинание, знаешь, аранжировок. То есть, выйдет еще не знаю сколько, тысячу, наверное. Но это уже, если успею за всю жизнь все это сделать. Слушай, я не ожидал, у меня было написано, что, конечно, соус соевый надо будет добавить. Там вроде воды даже не было, но сейчас... Но он буйный оказался. Не, я видел, что китайские блюда, они готовятся, так сказать, с фейерверком. Да, да, да. Но чтобы так вот неожиданно, я что-то даже не предвкушал такого. Хорошо, по поводу тогда своего собственного творчества, по поводу своих песен сейчас. На каком этапе я, насколько понимаю, что как раз к моменту выхода программы еще одно твое видеотворение, еще одна песня. Да. Расскажи о ней чуть-чуть подробнее, чтобы мы могли и этим тоже насладиться. Да, значит, будет песня, совсем скоро выйдет, ну, он выходит уже, он вышел. Да, да, да. Вышел уже этот видеоклип в совместке с Марианой Михаэлой. Вот, и у нас хороший дуэт, второй уже. И это будет песня про жизнь артиста, то есть видеоклип про жизнь артиста. То есть там будут сцены, как мы готовимся, выходить на сцену, все эти эмоции. То есть что обычно переживает артист, так сказать, в свои будни, да? Да, да, да. Это будет какой-то видеоблог, но будет выглядеть как видеоклип, знаешь. И мы даже снимали в одном селе, где там на сцене висел этот, ну, короче, 90-е там остались. То есть там остались 90-е, и будет смешно, но кто-то поймет, ну, я думаю, люди должны узнать, как нам приходится. Не все так сладко и сладко, как кажется. Ну, ты когда, кстати, решил, что вот, ну, ты точно пойдешь по этой уже траектории артиста, что вот как бы ты, ну, вот ты действительно, ты не хочешь заниматься, не знаю, там, учиться на юриста, а хочу я быть артистом? На самом деле, мне нужно было больше мотивации, чем другим артистам, которые только поют. Вот я очень хорошо решился, и мои родители тоже мне помогли решиться больше. Тогда я узнал, что я могу сочинять музыку. То есть после того, как я ее сочнил первую песню, она у меня вышла с аранжировкой, со словами, со всем, то есть все в компании. Сразу все? Сразу все, да. Да, я понял, что это все-таки мое, это мое. А помнишь, какая была первая песня? Конечно, это была песня для родителей, про родителей. Это очень эмоциональная песня, до сих пор я слушаю, и это, конечно, слезоточивая вовсе. Да, 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 эмоции те же самые вызывают. Конечно, да. Хорошо, ну, чаще всего песни, они в любом случае рассчитаны на какие-то романтические, возможно, там, отношения, направленные в сторону, конечно же, любви. Причем любви разные, то есть бывает любовь неразделенная, бывает любовь спонтанная, бывает любовь какой-то, не знаю, просто тире страсть. Вот такая вот любовь бывает. Мне вот интересно, сколько можно, скажем, из себя вытаскивать вот этих вот, не знаю, что ли, вот, текстов, моментов. Да, 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 то есть это понятно, что часть ты что-то прожил сам, а часть приходится иногда как бы додумывать. Ну, мне так кажется. Ну, это воображение. То есть в данном случае творческий человек, это изначально человек, у которого хорошо работает воображение. Сто процентов, да. А как понять, кстати, это такой лайфхак родителям, подсказка, у кого маленькие дети растут, что у человека будет хорошо работать воображение, это как раз, вот многие психологи детские утверждают, это как раз момент, когда ребенок вас, грубо говоря, обманывает. То есть вот это тоже, да, как только ребенок начинает что-то выдумывать, что он там это сделал, а потом в результате сказал, что не сделал. И многие, конечно же, родители пытаются это все перевоспитать и правильно делают, что пытаются это перевоспитать. То есть это в данном случае, конечно, правильный поступок. Но, знаете, просто для себя где-то так отложите, что если ребенок начинает что-то вам выдумывать и что-то говорить, то значит, у него хорошо работает фантазия. То есть ему хватает фантазии, чтобы придумать, не знаю, что он там, ну, я сейчас просто генерирую от балды, да, там, опоздал, потому что переводил бабушку через дорогу или там, или еще какая-то любая другая история. Но у тебя в этом плане, ты помнишь какие-то моменты? Ты обманывал? Конечно, да. Ну, честный человек, конечно, в детстве, но все вот нет-нет, по чуть-чуть подбирали. До сих пор мы это делаем по-любому, если надо, если это не сильно помешает жизни нашей и не расстроит кого-то. В детстве, я помню, я был великий рассказчик, конечно, мне рассказывали, ну, не рассказывали, мне напомнили, что я рассказывал такие истории, что просто сочинял на ходу. Потом эти истории доходили до мамы, и она узнавала, что это как так, откуда вообще приходят такие мысли. И, ну, это было невинно, знаешь, совсем не грубо. И это была часть моего детства, знаешь. Слушай, я вот сейчас думаю, друзья, мы готовим китайскому рецепту, наверное, так должен быть, честно говоря, этот соус. Напоминаю, сюда у нас пошел соевый соус, сюда у нас пошло две столовые ложки меда, чесночок и специи. Так, по крайней мере, указывают в рецепте, собственно говоря, китайцы. И в этом во всем мы должны слегка прокипятить, получается, наши кусочки мяса. Я думаю, что вот так, как именно Натан сегодня режет, мне даже кажется, что их даже отбивать, в принципе, не стоит. Они уже прекрасно выглядят. Я тогда их сейчас сюда все погружу и быстренько это все перемешаю. Буду продолжать следить за рисом. Хорошо, но я знаю, что по секрету скажу вам, друзья, что наша администрация, наша, скажем так, руководящая часть коллектива канала РТР Молдова с тобой даже начали вести переговоры по поводу написания, ну, я даже не знаю, это даже не саундтрек, а как это, это... Джингл. Скажем так. Тема, да, как обычно. Тема, да. Тема, да, тема для программы «Новое утро» на РТР. Да. Вот, насколько ты готов взяться, вот как обычно с этим вдохновением нужно бороться. То есть вот как здесь победить и оказаться на пьедестале почета. Ведь когда ты пишешь песню, у тебя складывается какая-то определенная форма, мне кажется, и там под слова, под какие-то акценты у тебя что-то все рождается. А вот когда тебе, к примеру, говорят, что вот, ну, попробуй написать тему для утренней программы, утреннего шоу, в данном случае на РТР Молдова. Как здесь это? Это надо ночами сидеть? Это не слишком сложно, просто мне надо знать, сколько по времени надо делать. То есть некоторые критерии, надо посмотреть передачу несколько раз, чтобы... Водохновиться, да? Да, некоторые слова, которые используются больше. Ну, и послушать, может быть, примеры других передач, у которых уже есть такой джингр, и как бы делаешь свое. Но будет в любом случае, не как у всех, будет как у нас. У нас должно и быть. Слушайте, у нас сегодня такие замечательные процессы, я вам скажу. У нас рис уже практически готов. Вот я смотрю, что он уже такой рассыпчатый, зерновой, практически впитал всю... Причем быстренько. Всю воду, да. Давайте так, мы сегодня готовим мясо по-китайски, общаемся с великолепным композитором и исполнителем, и певцом Натаном. Сегодня он в нашей программе. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим. Вот все очень просто. Прервемся, чтобы продолжить, потому что любая остановка – это тоже часть движения. Продолжаем, уважаемые друзья, наш сегодняшний процесс готовки. В гостях у нас сегодня Натан. И мы, кстати, сегодня познакомимся с его творчеством как никогда, мне кажется, прям открыто. И то я уверен, что это лишь очень маленький процент того, что уже успел наш сегодняшний гость реализовать в своей творческой жизни. И, ну, дальше, наверное, все просто. Благодаря интернету вы можете зайти, загуглить, по большому счету, либо «Еуджендо ибань», либо «Натан». Наверняка на странице в Facebook у тебя все твои реализации, потому что сейчас это очень, как бы, ну, помогает, по большому счету, продвигать, скажем так, ну, творческие продукты. Хорошо, что появились такие возможности. Раньше было намного сложнее. Сейчас уже появились эти возможности выйти из толпы, то есть через эти, посредством Sponsored Link. То есть немножко добавляешь из своего кармана, но в конце это все дает больше просмотров, больше реакций. То есть нам нужны, на самом деле, очень сильно нужны реакции. А мы непосредством радио, телевидения, мы можем только после того, как они посмотрели эту передачу, они могут написать лично. А, так называемый фидбэк, да? Фидбэк происходит быстрее, но это все помогает друг другу. Я вообще думаю, что все телевидения должны в каком-то, ну, через несколько лет перейдут на этот формат, то есть будут выходить в лайвах на соцсетях. А, ну, сейчас уже, конечно, есть уже, так сказать, попытки это все уже реализовать, уже по большому счету телевидение или какая-то визуальная продукция, то есть она уже доступна везде. То есть, не знаю, по крайней мере, наша страна, конечно, славится скоростью интернета, потому что если вы куда-то поедете в другое место, там чуть-чуть все это посложнее, но я так понимаю, что все-таки интернету ты отдаешь предпочтение достаточно, ну, весомое, скажем так, да? Да, да. Я с недавних пор понял, что на самом деле надо обращать больше внимания, я понял, что это развивается такими темпами, что надо... Семильными шагами. Семильными шагами, да. Хорошо, что ты скажешь по поводу, вот как композитор, по поводу современной музыки? И ее, на мой взгляд, мне кажется, как будто стало писать проще. Вот это так и происходит. Появилась анархия, то есть можно делать абсолютно любую музыку, можно использовать любые слова, можно сочинить свой язык, можно воспользоваться матом, если это... Ну, прямо она хочется, да. Ну, прям как хочется. Просят? Да, вот и все. Просто в конце должен быть все-таки мотив. То есть для чего это, да? Для чего ты это делаешь. И если это продается, если кому-то это нужно, значит, это хорошо. Не знаю, это к сожалению и к счастью, но я думаю, все-таки к сожалению, потому что очень сложно выделяться тем, которые делают качество. И принципиально в этом смысле не хотят, чтобы в музыке было грязное, а хотят, чтобы все было от души и без зла, знаешь. Мне кажется, что душевная музыка, она в любом случае останется. То есть есть какое-то понятие, наверное, современных тенденций. Я, насколько помню даже себя с детства, то, конечно, все там западные, особенно там американские варианты песен, то, конечно, там через каждое слово было практически. Просто они в другой интерпретации, но у них там было, знаешь, там, ну, там, честно, фак. Да, 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 это про рэп. Да, да. Потому что был рэп. Раньше тоже было так. Вообще в Америке всегда они славились этим, что у них всегда это... Свобода слова типа слова. Да, 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 да. Что мы можем себе это позволить, выразить максимально ярко свои мысли. Сейчас просто я, конечно, чуть-чуть был удивлен, что это, ну, в России, да, вышло на какой-то вот такой уровень, что молодежь, ну, скажем так, просто, ну, чуть ли не боготворит уже, да, вот. Да, да, да. Все эти вот Федуков, Лайджеев, 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 Лайджеев и так далее. И остальные артисты тоже подстраиваются под эти вьяни. Ну, то есть даже Филипп Киркоров, даже Басков, даже если это не личный стиль. Да, то есть если ты хочешь быть актуальным и модным, то мне кажется, что в данном случае нужно вот подстроиться под это направление. Да. То есть ты можешь, конечно, сохранить свой определенный стиль и какие-то свои уже наработки, то есть Филипп Киркоров все равно останется Филиппом Киркоровым. Но я, честно скажу, наверное, при тебе еще раз, вот для меня яркий пример это все-таки Мадонна. То есть вот я все время ее сравнивал с Аллой Борисовной Пугачевой. Ну да. Простите, пожалуйста. Вот. Но я просто посмотрите, как у Аллы Борисовны Пугачевой развивалась, так сказать, ее фонотека и развитие ее творчества. И у Мадонны. То есть Мадонна каждый раз подхватывала, конечно, благодаря продюсерскому центру, наверное, продюсерам, да, и там, композиторам, подхватывала каждый раз какие-то модные направления. То есть если было актуально какое-то, условно говоря, техно или там баллады, то она, соответственно, там вот Юлси, да, перешла на баллады. Потом были вот эти вот сумасшедшие биты, которые, да, вот уже ближе куда-то к электронной музыке. И несмотря на ее возраст, она поддерживала каждый раз вот такие вот подобные вещи. Мне кажется, что, конечно, модные и новые тенденции, они имеют место быть, но мне кажется, что сейчас, на мой личный взгляд, субъективно, сейчас какая-то пора какого-то дипового такого направления. То есть я его называю шаговым, да, когда ты можешь, допустим, идти по дорожке в спортзале, да, и у тебя битка вот такой, да, вот туп-туп-туп, туп-туп, туп-туп, и какой-нибудь там, там-тум-тум-тум-тум, тум-тум-тум, тум-тум-тум-тум, тум-тум-тум. иные краски что скажешь ты вот ты же в любом случае работаешь со звуками тебе в любом случае нужно ловить эти тенденции в любом случае мне кажется нужно иметь какую-то связь с теми же самыми порталами или сайтами платными кстати я вам скажу да чтобы пополнять себе те же самые папки с звучками вот что у тебя каждый раз ты когда ты даже когда на радио ты ходил и я помню что у меня тогда уже истерика была то есть ты реально берешь и новые эти вот веяния включаешь свои композиции от этого просто рвет башню говоря простым по человеческим языком 38-летнего мужчины мы сейчас друзья чуть-чуть прокипятили мясо свинину в нашем соусе напоминает там у нас 200 столовые ложки меда у нас там соевый соус у нас там чесночок и специи мы сейчас это мясо отправляем на 20-30 минут в духовку ханса при температуре 180 градусов то есть она у нас должно немножко в данном случае как бы подсушиться подрумяниться ну так так по крайней мере говорят китайцы наш рис уже готов я его пока оставлю здесь кастрюльки чтобы он не остывал а я предлагаю тебе на тан и вам уважаемые друзья перейти от слов к делу и сейчас вот какой бы ты ты хотел бы показать мы тот и и включим давайте поставьте тогда в видеоклип в моем исполнении песни моя натан тимпу давайте тогда как раз время пришло время время пришло клипа смотреть все время пришло друзья я потом проговорю еще раз рецепт все настолько просто и настолько доступно для вас но вот просто вот сами в этом всем и убедитесь а сейчас настало время видеоклипа от нашего гостя внимание на экран а сейчас настало время ммм, как раз и я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Mi se părea că le cunosc pe toate Dar ce folos acum că le știu Am fost așa cum cred că nu se poate Am fost așa cum tu ai vrea să fiu E vorba doar de o schimbare Să facem pași spre dezghițare Și toate razele de soare Într-un pustiu de necuprins Pornim din locul în care am rămas De acolo nimeni n-a făcut un pas Și dacă nu mă lași să nu te las Timpul se oprește la noi în ceas Timpul se oprește la noi în ceas Timpul se oprește la noi în ceas Dacă nu mă lași să nu te las Timpul se oprește la noi în ceas 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 Fărăște la noi, chințule și Et câordină când toate Athead equndiști tuturor Prin care este Mi tic ful areas Iz'i duile At llegar ĩent Upset Me cunoște pe patru de sân то есть мне 5 часов 6 хватает на сон и когда получается иногда сплю в обед а и в основном не получается спать в обед поэтому только эти 5-6 часов да скажи мне еще ты мог бы сейчас напеть какую-нибудь китайскую мелодию а я так просто даже мясо получается есть проблема я очень сильно путаю китайский с японским а ты пой по нашему я знаю что японский более такой импульсивный аккомпанемент натана в нашей программе и немножко эксклюзивности мы добавим достаем мясо по-китайски надеюсь именно так его китайцы готовят представьте как будто у тебя не кинами там ты не видим ты да прекрасно нет китаем да слава получился конечно шашлычок китайцы конечно честно говоря в этом плане с одной стороны маньяки мне кажется что у них вот в этом и отличие от японцев что китайцы готовы все есть не совсем как будто полезно и до каждого для японцев по крайней мере то есть они готовы они изыскали изыскание в этом смысле до свинину тех же замысливы как многие говорят вот там в китае эти во всякие там букашки таракашки то там они вообще все в сплошном масле прожаренные нам говорят что люди не понимаешь вообще что-то ешь что скорпион что не скорпион да да никаких знаешь вкусовых отличий еще остренькой да 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 вот для в японии в этом плане как бы у них конечно чуть-чуть по по другому японцы вот у них свой подход они не очень большое внимание уделять все-таки соусам то есть ты можешь выбрать допустим какое-то блюдо неважно там какой-то мини чебурек или там суши и так далее но обязательно в соус причем есть какие-то соусы не какая-то там технологии что должен один раз только макнуть то есть ты вот не можешь сидеть и макать много раз один раз один раз один раз съел да то есть какие-то правила но мне кажется что вот они в этом плане конечно большие большие молодцы и здоровее да у них и да да японцы все таки они знают секрет долголетия слушать у нас получились какие-то вот такие вот шашлычки и свинины на в духовке выглядят очень аппетитно я надеюсь что на вкус они будут выглядеть точно так же как мы на них смотрим потому что есть все таки эти вот три правила друзья что вы должны захотеть глазами что был прекрасный аромат и потому чтобы оставалось тогда послевкусие это любое гастрономическое правило так часто ты ходишь в рестораны и как часто ты допустим ну те удается отведать какой-то домашней кухне в основном только только такой вы заказывай если еду в ресторан последнее время часто получается потому что много ты из в городе не в обед нет у меня дома хорошо ты что-то готовишь сам дома дома готовлю салаты мне нравится готовить салат потому что это простой потому что мне нравится эти чем ну совмещать вкус и совмещать то что есть и владельнике просто то есть я сама была до холодильника еще нужно войти когда но если есть там что только я вообще санитар холодильника to мне мне раньше все убрать туда да скажи мне тогда ты разгадал какой-то определенный рецепт написание хита, то есть вот или, скажем, песни, которые ну 100% под которые будут там, не знаю, танцевать или под которые будут плакать. То есть ты можешь... Вот ты сейчас сказал вот золотое правило. Вот надо так думать о песнях. Раньше я думал, что это все на импровизации, на воображении это все будет хорошо. Если мне это нравится, то значит и всем понравится. Почему все мне нравится? На самом деле совсем по-другому надо думать, когда сочиняешь песню. Надо думать так. под нее будут танцевать или будут танцевать в смысле динамично, или будут обниматься, или целоваться, да. Или это посередине можно еще всунуть этот новый жанр реггетон, который... А это мой любимый Это Это О звук о вкуса, давай не просыпь нашу программу возьми и попробуй это все до вкуса ты какого-то она пришла где-то с ямайки насколько я помню да и уже давно просто популяризация произошла где-то 3-4 года опять же я быстренько напомню нашим телезрителям что мы сегодня готовим на и простейское блюдо вообще то есть вы можете взять как гарнир конечно не рис хотя китайцы ему уделяют особое внимание то есть для них это кладезь углеводов и они считают что он в данном случае гораздо выгоднее и полезнее чем скажем просто какая-то определенная там лапша и или или там любой другой гарнир но вы можете выбрать конечно же на свой вкус посмотрите на могут простые как бы макарошки на дом самое главное это все-таки вот главный герой это мяско но я кстати напомню вам что именно китайцы являются родоначальниками всех вот этих вот макарон и пасты это вот потом итальянский просто мореплаватель это все понимать увидел и привез да в италию и потом сделал свою мануфактуру и все думают что теперь паста паста антипаста это все италия нет друзья это не италия скажу я вам вот рис у нас получилось много так просто можно сервировать гораздо интереснее расскажи мне пожалуйста по поводу нового еще вот клипа и песни всегда интересно наверное любому журналисту с опытом же все равно это все уже получается быстрее профессиональные то есть плане того что уже благодаря связям какому-то опыту ну уже опять же своему там экспириенцию то есть уже быстрее можно договориться с той же самой не знаю съемочной группой с актерами то что ты уже набрал какую-то определенную магию то есть тоже такой прокачанный исполнитель и композита это уже достаточно известный то есть в том числе наверное есть и какой-то определенные ну финансовая составляющая то что уже заработал себе на этот клип и на эту песню вот как долго на эту песню который ты буквально вот на прошлой неделе презентовал на ты потратил времени как много как долго ты уготовил как ты пришел к этому клипу что все-таки в клипе нас ждет все началось того что я ко мне пришел припев со словами сразу и я позвонил моряне давай сделаем дуэт и у нас уже есть опыт опять же как-то говорил раньше и мы работали он у нас все отлично получается и мы додумали уже здесь концепт я мелодию моряна помогла со словами и в один день ко мне пришла вот другая хорошо другой воображение душев другая женщин другая помещена чтобы маряна простить пожалуйста получилось надо надо говорит о нindo она 7 иногда на но и я зовут воображение до воображениеurities после вдохновения после вдохновения и когда я уже подумала в видеоклипе потому что подумал что надо вытаскивать песню в таком вот формате надо все-таки чтобы заметили потому что люди стали очень избалованные не хотят уже просто слушать песни даже им сложно нажимаете на кнопку play потому что надо надо ждать а ничего не там не происходит просто надо слушать но это кстати но мне кажется что это вот к сожалению данность современного мира что действительно эти этим даже многие уже крупные компании пользуются они понимают что нет смысла делать какие-то ролики рекламные там на минуту-полторы да то есть смысл вбухивать столько если если сейчас реально лучше за 10 секунд что-то показать просто хочешь купить машину там тттт.ру да и все и все и ты понимаешь так вот да все что то есть дольше человек просто не у все внимание рассеивается дольше человек нажимали кнопку пропустить рекламу если больше пяти секунд слушай но ты я смотрю ты обладаешь навыками вот таких вот айти секретов которые мне кажется очень важны для наших артистов потому что не все скажем готовят возможно хорошие продукты но не все еще правильно это нужно продать и продвинуть согласись приходится узнавать некоторые вещи каждый день узнаем новые вещи а что еще нового сегодня в нашей программе вместе с натаном вы узнаете сразу после рекламы потому что у нас принципе впереди еще презентация нового клипа и как вы видите у нас сегодня отдельная кофемашина соответственно наш гость сегодня уйдет по-итальянски в бодром настроение это сюрприз смотрим нас после рекламы вернемся и так конечно же секреты написания музыки и песен не только каких-то определенных возможно там саундтреков или так музыкальных тем передачам все это возможно все это возможно сделать у нас учитывая все современные тенденции современные звуки вот и все это еще правильно скомпоновать правильно обработать это все вот это все к натану вот я когда к нам музыкальный гость увидите даже как всегда кепку надеваю с наушниками музыкальными у нас блюдо наше готово все очень просто напоминаю что мы с вами сделали мы взяли 2 2 зубчика чесночка мы его раздавили чтобы он был более сочным ароматным нарезали мелко до этого разогрели сотейника у нас не было разогрели нашу кастрюльку небольшую туда значит влили соевый соус вы можете это сделать с самого начала потому что у меня получилось с китайским эффектом и фейерверками если вы помните если посмотреть программу вот туда добавляйте 2 столовые ложки меда кидать туда чесночок и потом мелко нарубленное мясо любое абсолютно которое вам хочется учитывая специи соль перец по вкусу вы вываливаете в этот же соус и она буквально 2-3 минутки у вас вот булькает кипятится и впитывает все эти соки потом вы отправляете на 20-30 минут в духовку при 180 градусах гарнир может быть абсолютно любой но поверьте вот это простое почти китайское фастфудовое блюдо придаст вам сил и энергии но если помимо еды вам хочется еще энергии то тарата татата татан вот натан я как-то прочитал что ты любишь итальянский кофе я люблю вообще кофе вообще кофе да потому что мне кажется что это волшебный напиток вот почему у нас сегодня с тобой видите как вот так приятно начинать всегда у нас появляется совершенно новый и очень вкусный и энергичный по-настоящему с итальянским вкусом кофе это кафе экс челсер вот он приготовиться он очень просто если у вас есть такая великолепная кофе-машина кстати в италии ты какой кофе предпочитаешь мы бросаем маленький контейнер то что у них у них же много видов кофе и я знаю что сами итальянцы они любят вот так и называется кофе по-итальянски когда вот на донышке чуть-чуть шмяк и все как бы ты сам какой кофе предпочитаешь и вот представь что ты в италии какой кофе ты предпочитаешь мне больше нравится больше жидкости аля американо или киньми да таки дабыл эспрессо да 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 у меня просто дома такое же дело до крепкий эспрессо двойной но в любом случае это не тот же вкус как в заведениях он не знаю даже даже больше водянистый у меня получается я сейчас тогда подготовлю тебя думаешь кофе-машина в этом плане ты большой большой молоток вот это блюдо но блюду нам конечно понадобится знаменитый вкус знаменитого итальянского кофе экс челсер дорогие друзья так чтобы не забыть значит почувствуй вкус италии с первого глотка кофе экс челсер вот итальянский знаменитый кофе я почему заговорил по поводу порции по-итальянски здесь даже этот кофе аппарат он в принципе как ты видишь заточен под маленькую вот эту ложечку но поскольку наши партнеры щедрые они сразу узнав что натан пьет большими порциями дали нам большие кружки поэтому вы уж простите но я да я буду придерживать сейчас кружечку и запустим их приготовление кофе и так знаменитый итальянский кофе теперь и у вас дома кофе экс челсер конечно итальянцы кофе отдают очень большое предпочтение в его италья да знаменитый вкус итальянского кофе теперь у нас программе азбука вкуса кофе экс челсер я это тебе смотреть здесь как бы на жидкости не так много как ты любишь просто большая но у них порция все таки вот я смотрю что именно в этом кофейном аппарате такие под итальянцев заточен но должно быть очень-очень вкусно до конце концов ничего не жалко нам для гостей я предлагаю так поскольку рецепт наши гости увидят сразу в конце программы я напомню что вы можете заходить на сайт rtr.md у нас повторы идут и в течение недели на канале ртр молдова а в том числе конечно же ссылочки и на ютубе я думаю что ты с удовольствием но я тебе поделюсь ты поделишься со своими друзьями и таким образом все смогут программу посмотреть начало до конца с клипами и песнями в исполнении натана и конечно же блюдо которое очень просто и очень быстро готовится друзья осталось целая кастрюля риса еще будем кормить сейчас всех наших работников и вот такой вот свиной шашлычок но может быть куриный говяжий это уже вам решать я предлагаю сейчас все-таки примерить и в нашей программе твое новое творение желать тебя только успеха искренне если хочешь обратиться к своим любимым и значимым людям твоя камера вперед у нас это тоже разрешается дорогие мои смотрите дальше rtr молдова смотрите дальше нишу и его замечательную передачу слушать ему мою музыку заходите на мой facebook и instagram лайк лайкайте все что можете все что хотите и мы постараемся для вас еще больше еще больше вот и все а мы ждем от тебя между прочим еще и возможно того самого вдохновения для наших коллег для программы новое утро на ртр я благодарю тебя пей это итальянский знаменитый вкус вам желаю приятного просмотра и в конце конечно же посмотрите рецепт всем пока будьте счастливы на музыкальной ноте закончим сегодняшний выпуск пока в последние годы и в конце концов Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Avem un rost pe pamant, el scris de sus prin cuvant Cand te cuimierea din noi, le aducem voua Nu-i rostim nici o clipă-n zadar Viața-i cel mai frumos, dar Să prețurim ce avem, să iuzim, să iertăm Viața noastră-i cântec, vrem să-l primești Vrem să fii mai bun, dar vrem să iubești Tot ce n-ai găsit, dar cum să găsești Tot ce n-ai vorbit, de-acum să vorbești Viața noastră-i cântec Viața noastră-i cântec Viața noastră-i cântec, vrem să-l primești Viața noastră-i cântec Viața noastră-i cântec Viața noastră-i cântec Viața noastră-i cântec Продолжение следует...